здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала мы снова с вами находимся в моей поликарбонатной теплице сейчас уже вторая половина лета начинается скоро август и это самое такое время хорошее для начала развития всяческих заболеваний на огурцах томатах и на других культурах у нас московской области уже две недели не переставая каждый день идут дожди теплицу я всегда держу с открытыми форточками чтобы было хорошее проветривание вот с двух сторон у меня форточки открыты но несмотря на эти меры несмотря на одну профилактическую обработку препаратом о котором я вам рассказывал ранее можете посмотреть в конце этого ролика будет приложена ссылочка на это вещество чем я обрабатывал оно самодельного так скажем изготовления сегодня я вам расскажу вообще о копеечном средстве из аптеки который стоит 8 рублей 8 рублей эти таблетки стоят их там 10 штук и этого количества хватит вам на одну очень мощную обработку одна таблетка на литр но они я вам чуть позже расскажу что это за таблетки я вам сейчас покажу вкратце быстренько как проявляются заболевания вот они начали появляться пятнышки первые на листиках вот посмотрите это говорит о том что надо надо обработать но и в то же время у меня висят уже вот такие вот еще зеленые но уже довольно-таки большие томаты вон уже и краснеть начали некоторые и в общем в этот период уже обрабатывать химическими тяжелыми препаратами вредными я уже не рискую то есть ход либо идет такой хороший препарат как фитоспорин либо какие-то народные методы средства в общем то что можем купить в аптеке то что мы применяем в том числе и для лечения своих собственных болезней она нам помогает и при лечении растений наших теплицах да и в открытом грунте тоже ну и давайте перейдем к приготовлению средства которое будет бороться с болезнями томатов и огурцов и так что же это за такое волшебное средство вот смотрите сначала цену вам покажу 8 рублей 10 таблеток это фурацелин фурацелин мы используем когда у нас болит горло при заболеваниях десен в общем это местного применения антибиотик бактерицидное такое средство очень хороший старый препарат проверенным временем когда у нас ангина или другие заболевания полости рта вот и мы получим горло этот препарат в основном активен против бактерий микробов ну и особенно те садоводы огородники которые любят экспериментируют и применяют различные народные средства они уже давно заметили что вот этот препарат он эффективен против и грибковых заболеваний так как у нас 70 процентов болезней вызываются грибками вот этот препарат он эффективен в отношении также и грибков и так как же его применять для лечения фитофторы и всяких разных пятнистостей перноспороза на огурцах и других болячек нам надо взять баночку с горячей водой вот я взял тут литровый банк у меня налито примерно наверное 200 грамм горячей воды и из расчета на 5 литров которые будут у меня в опрыскивателе надо добавить 5 таблеток то есть одна таблетка на литр идет прежде чем их добавить их надо конечно растолочь для этого я как видите вот приготовил две ложечки раз сталкивать таблетки измельчать их я буду большой ложки а сверху буду давить маленькой ложкой приготовил 5 таблеточек сейчас я их измельчу вода горячая для того чтобы быстрее все это растворилось но измельчать тоже на для того чтобы быстрее все это дело растворилась берем большую ложку на маленькой ложкой начинаем раздавливать таблеточку этот способ уже давно я применяю очень удобно растолкли и сыпали и так же поступим со всеми остальными измельчил я 5 таблеточек добавил их в воду теперь это надо конечно хорошо все перемешать ну вот прошло примерно две минуты таблеточки растворились раствор приобрел такой вот веселенький цвет янтарный я бы сказал и сейчас я его залью отправлю в опрыскиватель и начну обработку напомню что в опрыскиватели у меня 5 литров после добавления надо конечно еще хорошо все перемешать все раствор готов переходим к обработке это средство еще хорошо тем что она практически не имеет сроков выхода то есть для человека она практически безопасно мы им часто пользуемся как я вам уже говорил в начале ролика от различных заболеваний полости рта и при других тоже болячках это используют это вещество в общем хороший способ обязательно его опробуйте на своих растениях как на огурцах так и на томатах народные способы они конечно бывают не у всех они всегда срабатывают но экспериментировать всегда надо обязательно и бывают такие средства которые у кого-то не действуют у вас обязательно сработают и покажут хорошие результаты на этом дорогие друзья пока все вот такой вам сегодня способ рассказал очень дешевый и эффективные обработки огурцов и томатов от заболеваний кому это видео было полезно не забудьте подписаться на канал обязательно поставьте вот такой значок лайк всем хорошего до новых встреч пока пока